Расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем спектакле, какую роль вы играете? Ой, спектакль-то уже не сегодняшний. Спектакль живет много лет. Вот меня ввели вместо Игоря Бочкина. Да, играл мою роль, которую я сейчас играю. То есть я играю ту роль, которую Бочкин играл. Вот. И с удовольствием играю уже не первый год эту роль. Вот спустя сколько, 40 лет я не выходил на сцену в качестве драматического актера. Вот после как, после театра как поступил в Абгек на кинорежиссуру, думал, все, с театром покончено. Но вот прошли годы, и вот меня Наташа Егорова пригласила в этот спектакль. Нина Усатова в Петербург пригласила в другой спектакль. Вот сейчас играю, играю и получаю удовольствие. Вот. Людей, простых людей, зрителей чаще видеть стал. Так что люблю путешествовать и играть. Спектакль очень добрый. Вот мы сколько регионов уже с этим спектаклем объездили. Я уж не говорю и Канаду. Всю Канаду проехали с этим спектаклем. Семь городов, представляете? Вот. В Америке были с этим спектаклем. В Польше, в Чехии. Чуть не сказал в Чехословакии. Да, в Чехии, в Словакии. Вот. В Германии. Очень принимают. В Греции, да. Вот были где-то год назад. Тоже принимают спектакль прекрасно. Потому что он о любви, о добре. Вот. О непростых судьбах человеческих. И очень людям как-то он близок вот простому зрителю этот спектакль. Вот. Поэтому с удовольствием мы играем. И зрители благодарны. Как-то так вот тепло встречают наш спектакль. Вот в Орск приехали. Вот тоже надеемся, что холодные степные ветра не остудят нашего, как говорится, тепла от встречи. Как правильно? Орксчане или Орксы? Орчане. Орчане. Поворчали. Орчане. Так. Вот так. Вот такой вот спектакль. Александр Васильевич, есть ли для вас разница, на какой сцене играть? На большой, в миллионнике в городе или вот в провинциальном городе, на маленьком? Да, в принципе, разницы нет. Понимаете? Игра есть. Игра. Что значит игра? Игра – это жизнь, которую мы воссоздаем на сцене. Поэтому неважно, на малой сцене или на большой, перед огромным залом или перед малым. Вот. Другое дело, что различие большое. Конечно, когда играешь в каком-то крупном мегаполисе, в центре каком-то там, например, ну в областном, вот в Оренбурге, например, да, там публика более избалованная. Там театры, понимаете? Туда чаще артисты приезжают. Вот. Поэтому там зритель строже, менее доверчив, я бы даже сказал, скептичнее как-то так воспринимает все. Иногда даже нотки цинизма проскальзывают в восприятии. А вот когда приезжаешь в глубинку, понимаете, вот, то вот я люблю в глубинку. Ну я сам из глубинки, господи. Поэтому я люблю вот ездить по малым городам, вот, где люди открытые, добрые, вот. Гость приехал, так и встречают как гостя дорогого. Вот. Поэтому я люблю вот по маленьким ездить городам. И, кстати, в Европе то же самое, понимаете? И в Америке так же, знаете, в глубинку заедешь очень хорошо, понимаете? Например, в Нью-Йорке вот воспринимают так спектакль, а в Бостоне его принимают уже иначе, понимаете? Вот. Здравствуйте. Вот поэтому тут, так сказать, вот так вот. Что вам все-таки ближе, кинематограф или театр? Да и то, и другое. Знаете, я, в принципе, в кинематограф пришел из театра, закончил театральное училище. У меня прекрасных педагогов, у которых учились вот в театральном Горьковском училище. Я учился в Нижегородском сейчас, да. Вот. Я председатель попечительского совета своего родного театрального училища. Каждый год туда езжу. Уже 90-летие отметили мы нашему училищу. Вот. Я захватил стариков. Учился вот у Левкоева Николая Александровича, у Хлебко Николая Сильверсича, у Татьяны Петровны Рождественской. Это тетушка Геннадия Николаевича Рождественского, великого дирижера. Вот. Я застал этих стариков в Царствие имя Небесное. У них учились такие актеры, как и в Стегнеев, Хитяева, представляете? Вот. Поэтому у меня очень хорошая актерская школа, театральная. В театре за два года семь месяцев я работал в Пензенском областном театре. Вот. Меня в Горьком оставляли работать в театре, а я уехал в Пензу, там, за длинным рублем погнался. Да. Потому что в Горьком, в Академическом театре 75 рублей давали зарплату, а там 110. Вот. А я уже мог маме помогать. Вот. Так что вот я в Пензе за два года семь месяцев 16 главных ролей сыграл. Понимаете? Был ведущим актером театра областного пензенского. А потом и все время готовился в кино, в кинорежиссеру, потому что я, ну, кино с детства любил. Потому что на Алтае, в деревне, кроме кино я ничего не видел. Вот там раз в месяц или в три месяца привезут кинопередвижку. Поэтому я об окружающем мире узнавал только через кинематограф. Поэтому у меня мечта была работать в кино, делать кино. Ну, а потом узнал, что кинорежиссеры делают. Ну, я подумал, сначала надо стать, в основном работают с артистами. Я думаю, значит, сначала надо стать артистом, потом режиссером. И вот у меня все так как-то складывалось. Вот. Поэтому кино другая специфика совершенно. И для артистов, вот потом, когда я много уже снимаюсь, все. Вот. И в кино актер обкраден, обворован зрительским вниманием. Понимаете? Вроде миллионы смотрят, вроде зрительская аудитория. А актер этого не чувствует. А в театре ты вживую сразу чувствуешь, как тебя принимают. Нужен ты зрителям или не нужен. А в кино это когда-то там кто-то, и в театре, если я почувствовал, что вот в этой сцене зритель как-то вот равнодушно меня как-то воспринимает с прохладцей, то я могу переделать, как-то изменить. А в кино уже все. Склеили, смонтировали, и уже изменить ничего нельзя. Поэтому в этом плане, конечно, киноактер, мне кажется, беднее театрального актера, понимаете? Вот. Ну и последний вопрос. Так что вот такие вот. Говорят, вы пишете стихи, может быть, в будущем какие-то проекты у вас поэтические? Поэтических много, проектов, знаете, да. Потому что меня долго запрещали как поэта, и потом, когда я вырвался в годы перестройки, вышла первая моя книга. Потом вышла книга в Нью-Йорке, потом во Франции, потом в Лондоне, в Королевском журнале, где редактором, кстати, сама Королева является. Вот 16 страниц моих стихов опубликовали. Вот. Вот поэтому я, так сказать, стал себя ощущать профессиональным поэтом. Меня приняли в Союз писателей, вот, получила премию Франца Кавки. А за последнюю вот книгу, которую составила Марина Арсеньевна Тарковская, сестра Андрея Тарковского, и дочь прекрасного поэта Арсения Александровича Тарковского, вот она составила, это огромный том, 470 страниц, представляете, книга называется «Хочу сказать», вот, и эту книгу удостоили премии Ксении Блаженной в Петербурге. Вот, это «Святая Петербурга». Вот, поэтому вот, и сейчас вот две книги должны к лету выйти, две книги стихов. Вот из этой книги, из огромного тома, решили сделать две книги отдельных совершенно, не двух томник, а просто отдельных две книги, перемежать они будут новыми стихами, и одну книгу совершенно отдельную готовлю. Вот, стихи у меня грустные очень, вот, печальные. Вот, очень, мама увидела вот первую книгу, была жива еще, застала мою первую книгу, что меня очень радовало, потому что мама мне с детства говорила, «Санка, брось писать стихи». Расстреляют, а не дай бог посадят, понимаете? Да, расстреляют это легко, а посадят это сложно. Вот, потому что мы сильные были, вот, враги народа, казаки. Деда в 27-м году из Петербурга сослали на Алтай, где я и родился. Вот, поэтому всего боялись, понимаете? Вот, и когда меня напечатали, первая книга вышла, я приехал к маме, «Шаги к стихам» назывался сборник, я маме его показываю, говорю, мама, вот видишь, меня напечатали. Она заплакала, обняла меня, заплакала и говорит, «Ох, как же тебе жить-то не хочется!» А второе, вот, жалко, что вот она потом не дожила уже. Она очень набожный человек была, глубоко верующий человек, как и дедушка, и бабушка моя. Вот, да и я верующий человек. Вот, крещённый, слава тебе, Господи! Вот, и моим стихотворением, которое молитвой назвал Патриарх Всероссия Алексеев II, вот, с подачи митрополита Петерима, моего духовника покойного, мой стих Синод утвердил на открытии Храма Христа Спасителя в Москве. Музыку написала Луиза Алексеевна Хмельницкая, старшая сестра Бори Хмельницкая, моего близкого друга, она профессиональный композитор. Федосеев, дирижёр наш замечательный, сделал прекрасную аранжировку музыкальную, мини-аранжировку для хоров. И вот сводный симфонический оркестр, сводные хоры исполняли. Вот, Иосиф Давыдович Кобзон пел. Эту молитву. Господи, дай же нам волю, рощу с берёзовым соком, песню с печалью и болью, с птицей парящей высоко. Господи, дай же нам волю. Вот Кобзон пел. Причём, вот там была интересная история. Он мне позвонил, когда спрашивал разрешение. А я говорю, так, Иосиф Давыдович, вы же иудей, а храм-то открывается православный. Он говорит, Санечка, я крещённый. Я говорю, ну, позвоните через денёк, через два. Я побежал к митрополиту Петериму, а у меня, слава тебе Господи, окно прямо на храм Божий, где Петерим был настоятелем. Прихожу, говорю, Владыка, вот Кобзон хочет исполнять. Лужков его как-то так подвинул, чтобы он на открытии, значит, пел мою молитву. Вот, он говорит, пусть поёт, он крещённый. Митрополит Филаретов его окрестил. Ну, и я говорю, Иосиф Давыдович, пойте. Он спел прекрасно. И я это услышал, и меня на открытии не было. Я был в Канаде, и в Отаве, значит, в гостинице что-то так сидим. Мы там с друзьями у меня в номере, и вдруг я слышу мои слова. А по русскому каналу идёт открытие Храма Христа. Я говорю, о, слова-то мои. И смотрю, Кобзон в чёрном строгом сюртуке стоит с микрофоном. Хоры стоят, оркестр. Владимир дирижирует хорами. Вот, и звучит песня. Я даже всплакнул и с грустью подумал, что мама не дожила. Она была бы счастлива.